Всем огромный привет! Добро пожаловать на мой канал! Сейчас уже у нас на дворе вечер, 9 часов на самом деле, но начались уже белые ночи в Санкт-Петербурге. Я сегодня с утра получила свою посылку из магазина Лето Аль, вот такая небольшая у меня коробочка получилась. Здесь у меня парфюмерии декоративной косметики нет, здесь только парфюмерия, два аромата, вокруг да около которых я хожу уже достаточно давно и решила все-таки себя побаловать. Вот, так что давайте будем сейчас скрывать вместе с вами эту коробочку. Вечер, но очень хочется открыть уже свою посылку, все на себя нанести, как обычно, и кайфовать. Также хочу сказать пару слов, я немножко поболтаю, с вашего позволения. Меня просили снять коллекцию своих ароматов, показать все, что у меня есть. На самом деле, у меня ароматов уже больше 30 и я не знаю даже, как это снять, потому что я не смогу рассказать об ароматах. Могу просто только показать флакончик и сказать, нравится мне или нет. Опять же, оставлять ссылки свыше 30, ссылка для меня это достаточно... Ну, я не знаю, может быть, если вас устроит, давайте я сниму свои ароматы на лето. Те ароматы, которыми я буду пользоваться этим летом с огромным удовольствием. Но если только у меня появятся какие-то еще новинки, то добавятся к тому, что у меня уже есть из летних ароматов. И ходит все вот так вот хорошо запаковано. Это оплачивала я онлайн и получала на почте, да, на почте России. Это пункт выдачи, у них почта России. Итак, давайте я начну с первого аромата, вокруг которого я ходила, ну, наверное... Это вообще аромат выпущен в 2020 году. Вот не помню, когда я его первый раз. Первый раз я его попробовала в магазине Ревгош, когда он еще был новинкой. И сейчас в Ле Туале на него скидка достаточно хорошая. Он стоит дешевле, чем в магазине Ревгош, например, да. Но единственное, что я хотела сотку, сотки не было в наличии. Вот сколько я не сидела, не смотрела на сайте, я поняла, что я уже хочу этим ароматом пользоваться. Но, к сожалению, дождаться, когда появится сотка, я не могу. Поэтому взяла 50 мл. Может быть, уже сотка сейчас есть на сайте. Но вот я взяла 50 мл, и я говорю об аромате Диор. Это Miss Dior Rose and Rose. Это аромат для любителей розы. Вот кто любит розу, это будет просто потрясающий для вас аромат. У меня есть аромат от Miss Dior, мой любимый. Это версия Absolute Blooming. По-моему, так она называется. Это мой любимейший аромат. Это у меня уже, мне кажется, вторая или третья даже бутылочка. Он у меня потемнел. Но это аромат тот, который я ношу исключительно зимой. Причем в феврале месяце. Вот он у меня заходит просто. В этом аромате вообще заявлена нота малины, майской розы, пиона и чего-то такого. Это Absolute Blooming, который я про него говорю. Я вам его тоже ссылку на него оставлю. Другим людям, когда я наношу этот аромат на себя, другие люди от меня его воспринимают как какой-то вкуснейший аромат с черносливом. Он немного пудровый. Но я вот как таковую розу не слышу. Наверное, все-таки, может быть, смесь малины с пионом дает такое сочетание интересное. Но вот как таковой розы прямо я в этом аромате не слышу. Но этот аромат очень классный. Но это, опять же, аромат февраля. У меня каждый год уже на протяжении многих, многих лет, в феврале, в конце января я использую этот аромат. Группа аромата цветочно-фруктовые. Верхние ноты малина, черная смородина, гранат, розовый перец. Средние ноты майская роза, пион. Базовые ноты белый мускус. Ну и, конечно же, я не смогла пройти мимо вот этой версии, так как я люблю, я обожаю в ароматах розу. Роза бывает разная. Она бывает горькая, бывает сладкая, бывает удушливая, бывает не очень. Поэтому я очень хотела этот аромат. Вот так вот выглядит бутылочка. Здесь уже такая розовая водичка. То есть этот аромат выглядит вот так. Но это у меня сотка. Здесь 50 мл выглядит вот таким образом. Это, вы знаете, вот я когда читала отзывы, вообще читала пирамиду на фрагрантике, где-то еще в каких-то вот разных местах читала отзывы. И я наткнулась на отзыв одной девушки, которая сказала, что это ледяные розы. Аромат про ледяные розы. Вот я абсолютно согласна с этим отзывом на данный аромат. Я тоже вот по-другому даже не скажешь. Это реально розы во льду. Не знаю, даже не розы во льду, а ледяные розы. То есть это такой достаточно прохладный. Здесь средние ноты. Это красская роза и дамасская роза. И они... Это вкусная роза. Они дают такие, знаете, небольшую как бы кислинку, какую-то прохладу. Я не знаю, что вот дает прохладу этому аромату. Здесь еще есть в верхних нотах мандарин. Но я его не ощущаю совсем. Вот может быть только в самом начале. Но вот эти верхние ноты быстро очень улетучиваются. И остается вот такая вот просто лепестки холодные, такие прохладные лепестки роз. Я по-другому вообще назвать не могу. Для любителей розы я очень советую ароматов. С розой я очень советую, потому что это аромат про розу. Про красивую, благороднейшую розу. Про розу такую, знаете, это такая роза в духе Диор. Вот если вы пробуете, любите аромат Диор и любите розу, очень советую этот аромат. Он на самом деле, ну на мой взгляд, просто потрясающий. Группа ароматов цветочные. Верхние ноты герань, бергамот, итальянский мандарин. Средние ноты грасской розы, дамасская роза. Базовые ноты белый мускус. У меня теперь вот такая вот парочка есть. Это аромат весны, это аромат даже лета. Я бы сказала, я и летом его буду носить, но не в жару, а в такую дождливую, может быть, погоду или прохладную погоду, или летний вечер. Что-то в этом духе. Но в основном это, конечно, весна. И вот такой зимний Диор. Осталось еще осенний Диор себе найти, да. И следующий аромат, который я заказала, вокруг которого я тоже достаточно давно ходила. Я не помню, если честно, какого года выпуска этот аромат. Но вообще ароматы всей этой линейки, я считаю, отлично подойдут на лето. И я говорю об аромате Герлен Аква Олегория. И у меня аромат называется Коканют Физ, да. Правильно так, наверное, называется. Я покажу вам, конечно же, все поближе. Ссылки, конечно же, оставлю вам внизу инфобоксе. У меня был, по-моему, в прошлом году или в позапрошлом тоже из линейки Аква Олегория Мандарин Базилик. Который летом у меня заходил на ура. Но я помню, что был какой-то период, когда он мне поднадоел, этот Мандарин Базилик. И я как-то больше почему-то не покупала его. Хотя аромат очень прикольный. Такой летний, классный, на мой взгляд, аромат. Хотя, может быть, и не только летом можно наносить эти ароматы. Может быть, и круглый год. Но вот это вот, вот такой вот он, немножко зеленоватый здесь такая водичка. Здесь у нас верхние ноты. Это кокосовая вода, ноты сердца, арбуз, кокос и что-то там еще. Но это реально арбуз и вот кокос. Вот не знаю, больше, наверное, мне здесь особо ничего не ощущается. Но аромат очень приятный. Кто-то, я где-то читала какие-то отзывы, что кто-то сравнивает этот аромат с ароматом огурца. Нет, огурцом совсем не уходит в огурец. Именно вот он такой. Здесь что-то такое вот, какая-то деревяшечка еще. Ну, такая вот прям вот, ну, это летний аромат. Очень летний аромат. Кокосик, арбузик. Знаете, вот такое вот все очень вкусное, приятное, неприторно-сладкое. Оно слегка, вот чуть-чуть, вот как вот мякоть арбуза, слегка сладковатая, да, такая вот, наверное, слегка сладенький аромат. Он неприторный, он очень такой акватический, я бы сказала, да, поэтому, наверное, аква-аллегория очень приятный аромат. Это тот аромат, который, кстати, часто очень пропадает в Литуаль. На него в Литуаль, естественно, ну, цена чуть-чуть подешевле, чем в магазине Ривгош. Вообще на вот эту линейку аква-аллегория. Еще один аромат, который я тоже хочу из этой линейки себе приобрести, ну, возможно, наверное, приобрету. Но вот это вот, это просто я очень ждала, когда он появится в Литуаль, потому что знала, что в Литуале он немножечко подешевле. И как он только появился, я сразу же оформила заказ, потому что это прикольный, это аромат, ну, такие какой-то тропический, наверное, какой-то воздушный, легкий, свежий. И при этом немного кокоса, немного арбуза и немного какой-то деревяшки. Мне кажется, что-то такое вот, такое там есть. Я вам обязательно зачитаю пирамиду, покажу его поближе. Но аромат это однозначно на лето. Семья ароматов свежая, верхние ноты кокосовая вода, бергамот, средние ноты арбуз, кокос, фрезия, базовые ноты бобы тонко, сандал, белое дерево. Если еще вот этот вот Диор, хоть это и холодная роза, но это все равно роза в духе Диор, то есть она немножко такой пудровости здесь есть. То есть это более такой летний, вечерний аромат, да, может быть даже весенний, ну, на такую более прохладную погоду. Но, ну да, летний, но вечерний, потому что вот эта вот нотка Диоровская, здесь все-таки она и присутствует. И он такой, ну, немного пудровая роза, немного, да, то же самое, как вот этот аромат. Он немного пудровый, и поэтому он такой более вечерний или на совсем прохладную погоду. То вот это и в пир, и в мир, и в отпуск, и куда угодно. Здесь нет вот четкой, четкого арбуза, нет такой вот фруктовый какой-то такой вот, как, например, у императрицы, да. Здесь именно вот тоже немножко в духе Герлен, в духе аква-аллегории, да, то есть вот этой всей линейки, когда ароматы не насыщенные, а такие разбавленные, но достаточно стойкие. Не знаю, как вот насчет этого аромата конкретно. Мандарин-базилик, помню, когда у меня был, он держался практически целый день, вот насколько я помню. Не знаю, как насчет этого. В общем, буду носить с огромным удовольствием. Ссылочки, как всегда, я вам оставлю внизу в инфобоксе. Обязательно переходите, смотрите и напишите, снять ли мне видео о летних ароматах своих. Потом сниму про осенние ароматы и там про зимние ароматы и так далее. То есть все ароматы, которые я буду использовать этим летом, наносить на себя с огромным удовольствием. Ну, два из них вы уже видели, да. То есть вот этот аромат тоже у меня имеет место быть именно летом. Не думаю, что он будет подушивать, потому что пудровость такая легенькая, я бы так сказала. Но вот это, конечно, просто супер аромат для меня на лето вообще потрясающий. Так что буду ждать ваших комментариев. Ну, а я на сегодня буду с вами прощаться. Я надеюсь, вам понравилось такое видео. Оно было для вас полезным и интересным. Не забывайте подписываться на мой канал, кто еще не подписан. Ставьте пальчики вверх, мне это очень приятно. Всех люблю, целую. До новых встреч.